Девушки отдыхают Перебирая в мыслях прошлое Многое кажется легендой А легенда – это нечто поэтическое, фантастическое, кажущееся невероятным Но сгадание понимаешь, что ничего в жизни не бывает случайным Субтитры создавал DimaTorzok Каждый человек живет своим детством Каждый человек живет со своей партой Каждый человек живет со своей нотной тетрадью Понимаете, я не исключение Я имел свое детство, имел свое солнце, имел свое окно в комнате Имел страх свой, имел потерю матери и так далее Но лично у меня детства не было Потому что мы дети войны А у нас украли это детство, украли его так по-щедрому Украли все Мы не знали, что такое конфета Мы не знали, что такое мама Мы не знали, что такое сахар Мы не знали, что такое хлеб Мы не знали, что такое радость Но я вам скажу, что видимо я родился под какой-то своей звездой И эта звезда насыпала мне, или подарила мне, или дала мне, или окружила меня хорошими людьми Эти люди были всегда рядом или вокруг меня Начиная, когда умерла моя мать в детстве, в годы войны Меня взяла другая женщина, которая стала для меня матерью Это и послевоенный период, когда я вернулся в Минск с отцом, который воевал И меня окружил своей любовью, как я считаю, Котков Сергей Петрович, художник, который вытянул меня на это увлечение Это взов души и так далее Это и моя семья, моя жена, которая тоже архитектор, понимает меня, все рядом со мной Это моя дочка, которая тоже архитектор Это и мой зять, который тоже архитектор Если бы спросили, если у меня собачка нет, то я бы сказал, что была тоже архитектор Поэтому у нас такой клан архитектора Я что, не понимаю, как тяжело было и жене, и дочке, и всем остальным Редко обидеть меня, не ездить в отпуска и так далее Когда день рождения или когда Новый год Все бегут, спешат, а вот в этой мастерской сидим и работаем, и работаем Меня окружали прекрасные учителя в школе, где я учился в Минске Это были и творческие люди Асгур, и Селиханов, и Аникейчик И много других Им большое спасибо Даже благодарен Тверко Который художник такой был у нас известный Который, как ректор в свое время театрально-художественного Не принял меня в институт Только потому, что я начал свое учение как архитектор Я каждый день, уж сколько лет, все новые вижу твой портрет Хрущев фактически одним рощерком пера, как говорят Вывел архитектуру из семьи искусства Но это была его воля Но это была воля в то время Воля человека, который диктовал вообще волю народа Когда мы после института, когда после властной руки Хрущева взялись за архитектуру практическую То, конечно, мы столкнулись со многими проблемами Потому что институт нас воспитывал, так я бы сказал, на классической архитектуре А тут мы столкнулись окно и панель То есть архитектуру положили под строительство Это нанесло большие потери вообще искусству Потому что хотим или не хотим Но придет время, я уверен Что архитектура снова вернется в свой дом Архитекторы никогда не складывали оружие Мы в том числе И даже наш коллектив, когда мы выиграли конкурс и делали хаты Мы доказали, что архитектура – это искусство Что даже архитектурой можно выразить боль и страдание народа И премию получили мы в области архитектуры Кстати, не в области монументального искусства Естественно, мы старались всегда найти, казалось бы, в неживой линии Живое начало И это живое начало всегда было главенствующим в нашей работе И здесь, конечно, можно отметить такие здания, которые появились в то время у нас Это и выставочный павильон ВДНХ Это и Министерство иностранных дел Это и Троицкое предместие Это и предложение по застройке верхнего города Вообще исторической части города Мы этому отдавали очень много времени На старых деревьях черные вороны строят свои микрорайоны Хатынь – это отдельная тема и для моего творчества Это отдельная тема и для Беларуси Потому что Хатынь – хотели мы или не хотели Ставили мы задачу или нет Но это стало такой визитной карточкой Но Хатынь же она не выросла сама по себе Это же не гриб-боровик Хотя люди, многие считают, даже не задумываются о том Сколько, как и почему, кто делал Они приходят, они переживают, они с эмоциями Мы только были после института МОЛДА, архитекторы Павел Фраев, Туградов, Занкович и я И мы выиграли конкурс, который прошел в Беларуси Поэтому наш проект сразу получил одобрение И на конкурсе, и в правительстве И Петр Миронович взялся, как бы курировал этот объект От идеи до осуществления Как мы считали, чуть ли не членом нашего авторского коллектива Потому что многие вещи мы советовались, мы искали Но задача была поставлена одна Не повторить то, что уже сделано Возникла идея через трагедию Хатыни Показать трагедию всего белорусского народа в годы войны И может быть для меня, или для нас, для авторского коллектива Было главное даже не то Сколько автобусов привезут туда экскурсий Сколько организованных там пионеров или школьников привезут посмотреть Хатынь Нет, для нас было главное Для нас, для творцов, создателей Хатыни Главное было то, что в Хатынь потянулся народ Простой народ, который, как мы считали Никогда в жизни не выходил за пределы своей деревни Который не знал, что такое памятник Но прослышав, пошли И было трогательно Когда приезжали люди Раскладывали свои торбочки И там, я знаю, подстилки У каминов сгоревших хат И поминали тех, кто там сгорел в своей деревне И так далее, и так далее И доставали к его бутылочку Там даже самогоночки, яйцо Я знаю, что каждый свое Но это было народное Такое отношение к памятнику Ливень барабанит по стеклу Ливень барабанит по асфальту Перестраивает радостную тоску Переделывает жилопись на смальту Как-то сидя в зимний вечер дома Я взял бумажку И постарался вспомнить Что не реализовано у меня Оказалось, что больше ста объектов не реализованы Меня всегда волновал Шагал Для меня он всегда был таким Воплощением такого полета Художника И всегда был нашим белорусским человеком Когда там пару лет тому назад Меня пригласил губернатор Вительской области И предложил мне возглавить Коллектив, который займется Шагаловским центром Я с таким воодушевлением взялся за эту тему Мы ездили, изучали, смотрели Что есть, чего нет, что можно, что надо снести Следующий шаг был как предложение Оставить на той территории Выходящей на улицу Покровска Водо- и ликюрочный завод Который превратить в туристический центр Есть проекты, которые я, как я говорю Животом чувствую, что они нужны не тебе Они нужны, республике нужны Мы строим дом памяти Этот дом стоит на четырех углах Два угла для дома мы уже сделали А ты не яму Нам остается сделать еще два угла Это тростинец и куропат Тростинец это сложная тема Каждый по-своему видит эту тему Но есть нечто, объединяющее всех Это боль тех людей, которые погибли в тростинце Я тоже по-своему вижу эту тему С точки зрения памяти человека, который погиб там Притом человека несощищенного, обманутого Человека, которого безжалостно уничтожали Притом не просто уничтожали А уничтожали один другого, свои же Так была задумана эта система Механизм уничтожения Я вижу это как ансамбль Ансамбль, который должен воплотить и человеческое горе И человеческое счастье, которое мечтали эти люди И человеческое будущее, которое не увидели эти люди И если бы это все было реализовано То, поверьте, надо было прожить бы еще одну жизнь Мы люди, мы не воробьи Мы не купаемся во лжи А мы купаемся во лжи У творческого человека всегда вызывает особый трепет Если он работает на другой территории Мне повезло в жизни Таких у меня было не один объект И я не скажу, что просто мне принесли на блюдечки И сказали, Леонид, делай вот это, это, это Нет, это были конкурсы Например, конкурсы на Украине Город Изюм Мы выиграли И сделали память Там, гора Кремянница В городе Изюме Где погибло больше одного миллиона Солдат нашего года войны И когда там бываешь Это на самом деле Как-то с ветром Чувствуешь дыхание тех солдат Ребят, которые погибли в этом сражении Волгоград был совсем другой случай Меня пригласили тогда, чтобы я участвовал Казалось бы, в таком, как они считали В незначительном эпизоде войны Это Первый удар на Сталинград, в то время Волгоград Где наши 200 ребят приняли Атаки Ну, превосходящих их огромных сил Противника И я понимал Я знал, что за мной стоят уже сделанные Утищи Мамаев Курган Что они уже все там Ну, живут этим И я все это понимал Честно говоря, я не смог даже сразу найти решение Но я им сказал, что нет, я не берусь И только уезжаю, когда зашел один из Руководящих товарищей с девочкой В кабинет принес билет мне на самолет Я увидел эту махонькую девочку и его дочку С большим яблоком в руках над кустом И я понял, что вот ради этой девочки отдали жизнь Те ребята, которые погибли на Сладанском поле Все до одного И в основу композиции я положил девочку Памятник стал таким С одной стороны родина, мать огромная Это вот Ища А с другой стороны маленькая девочка Там полтора метра Ну, которая воплотила в себе человеческое начало войны Ради чего люди отдавали жизнь Большая жизнь Судьбы моей Слагаемая каждых дней Я состою из двух половин Как ни странно Вот возьмите меня вот так вот Как говорят И это будет нормально Одна половина О которой мы много говорили Это творчество, это архитектура Это монументальное искусство и так далее Но у меня есть и вторая половина Которую я дал уже 20 лет в своей жизни И которая занимает в моей жизни немаловажное значение Это половина общественная деятельность Мне предложили возглавить еврейскую общину в Белоруссии Честно говоря, я воспринял это довольно холодно Откровенно говорю А потом все-таки человек рискованный вошел в это море И нелегко везти корабль еврейский по Белорусскому морю Потому что команда не совсем простая Разношерстная и так далее И я взялся за это дело И веду его честно И выполняю свои обязанности Так как обязан выполнять Ну, каждый человек на своем месте Война уничтожила 800 тысяч То есть, если взять 10 евреев То должны понять, что 9 было уничтожено Большим чудом остались живы Вот эти считанные люди И то благодаря каким-то чудесам Благодаря храбрости праведников народа мира Которые белорусы спасали евреев И еврейских детей в годы войны Мне казалось, что никогда Из-под асфальта, который был укотан войной Власть советская и так далее Никогда не поднимется росток жизни еврейской Просто некому поднимать Но когда этот росток пробился Ну, я уже говорю, под моим руководством жизни Когда мы все начинали с нуля Я понял, что этому стоит отдать Половину своей жизни И я ее отдал Даже не было такого слова Холокост, гетто Просто не назывались, стеснялись Евреи стеснялись называть себя евреями Официально они назывались трагедией евреев Умалчивалось о гетто Умалчивалось о холокосте А этих мест уничтожения Более трехсот на земле белорусской Мы их называем ямами Потому что обычно на евреев даже не тратили пули А их просто уничтожали в ямах Для меня было, как для творческого человека Еще и большой темой Вековечить память наиболее значимых мест Связанных с гибелью евреев в годы войны Безымянных мест Ну, чтобы не быть голословным Я вам скажу, что это и слудское гетто И в городе, где погибло все население еврейское В городе жило 1500 человек А из них было 1147 евреев Но самое для меня было такое трогательное Что по моей задумке Я на их пути к могиле Уложил 1147 камней Как бы люди превратились в камни Но самое такое важное было Что жители, оставшиеся в живых городе И окрестных там деревень Сами своими руками На телегах, на тачках, на тракторах Привезли эти камни разных размеров И уложили по тому проекту Который я сделал Утонули горы в море Утонуло море в мире Утонуло сердце в счастье Утонуло счастье в сердце Никогда в наших работах не было Вот этого насилия человека над человеком Потому что не было этих автоматов Этих криков, этих ура, этих шинели Которые имеют право жизни Но в каком виде это все подать Потому что если один человек убивает другого человека То уже ребенок, приходящий с родителями на памятник Он видит, что один может убить другого Он задает себе один вопрос Он не видит, кто плохой, кто хороший Он видит, что можно убить человека Поэтому я вообще, в принципе, напрочь Искренил своего творчества Вот это насилие Которое просто не воспитывает человека Начиная от маленького возраста И я задумал тему памяти детей Погибших в годы войны Это казалось несбыточным Это казалось нереальным Не было ни заказа, ни денег, ничего Вот Но, как говорят, капля и камень точно Через музей этичной войны Было предложено там 11 детских концлагерей по Беларуси И я проехал по этим местам Но знаете, как бывает Не всегда все трогает Не всегда все соответствует тому, чего хочется И остановились на Красном береге Я уговорил местное руководство Которое прошло мне навстречу И дали мне то, что я выбрал в центре Яблоневого сада И сделал этот памятник Это было то, что у них просто взрослые украли Украли взрослые дяди Так это нагло и бессовестно Поэтому В основу этой композиции Как бы лег Неожиданный ход такой Площадь солнца Ну, площадь солнца вроде бы избитая Такое тоже понятие Но площадь солнца Потому что аллеи вели в Яблоневый сад Но на этой площади солнца Расположены рисунки детей Сразу после военных лет То есть тех, которые прожили войну У которых нет детства И мне помогла Коткова Дочь Коткова, которой я занимался И мы нашли в архивах Именно те рисунки Датированные 45-м, 46-м, 47-м годами И сделали впервые в монументальном искусстве Именно витражи этих больших детских Увеличенных рисунков Но это просто какой-то фейерверк Цвета, фейерверк Счастья, фейерверк Такого Веры в жизнь И это и правильно То, что забрали у детей Мы как бы через их рисунки Вернулись снова На нашу действительность И еще одним, я считаю, важным элементом Даже не одним Является так как мертвый класс То есть пустой класс То есть класс, за который уже никогда не сядут дети учиться Вот, это единственный класс Такой, видимо, в республике Который Первого сентября никогда не заполняется Детьми Ну, он заполняется цветами Которые приносят дети Красный берег Это Ну, как бы Его назвали там На роде детской хаты Но она на самом деле Как хатын Но если хатын такого Серого, пепельного цвета То детский памятник белого цвета Я задумал Все белое И это придает такой нарядность Нет никакого Того трагизма Лестница вверх Ступени, ступени Клавиши белые Черные тени Нельзя жить Все время с головой повернутой назад Надо жить с головой повернутой вперед И вот если у тебя голова повернута вперед И ты смотришь вперед Ты должен видеть будущее Должен видеть светлое А если жить все время с головой повернутой назад Ты ничего не сделаешь Ты останешься на месте Леонид Менделевич – выдатный сын белорусского народа, выдатный майстра, выдатный гражданин, который хлопотится про свою батьковщину, про свой белорусский народ. И, конечно, он полный энергии, он полный сил. Сейчас он работает над уникальным проектом в Витебске по распространению проекта на Покровской улице, предсвеченный Марку Захаровичу Шагалу, нашему выдатному, светло-вядомому земляку. И хочется пожадать, чтобы все его творческие планы сдействовались. В лице господина Левина объединяются два выдающихся качества. Прежде всего, господин Левин – это человек, миротворец. Он представитель еврейского народа. Если вспомнить о том, какие страдания перенес еврейский народ в годы Второй мировой войны, его деятельность должна очень высоко оцениваться. Господин Левин выступает не только как миротворец. Он живет жизнью примирения. И именно по этой причине, именно за эту работу, он был награжден орденом за заслуги перед Федеративной Республикой Германии. Как знак благодарности, как знак признания его больших заслуг, его огромных достижений на этом поприще. У истинного таланта нет срока годности, нет срока давности. Талант он вечен. Человека может не быть, а талант есть, он остается всегда. То, что делает господин Левин, делается для людей. И дай Бог, чтобы его жизнь была такой же длинной и такой же плодотворной, как его творчество. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ